Дребежащий пазик направился по улицам города. Представители дорожных компаний на ходу обмениваются опытом. Самая актуальная тема, как лучше бороться с лужами. Заметив в автобусе журналистов, кто-то шепчет в телефон, срочно выгоняйте работников на уборку. Дескать, скажут потом по телевизору, что коммунальные службы ничего не делают. Тем временем за окно тянутся весенние картины, чаще безрадостные. На Комсомольской 16 не почищен карман. Руководители департамента ЖКХ предлагают остановиться. Приедемте, Сергей Александрович, берем этот карман. Поздно. Всю зиму в целях безопасности улицы города посыпали песком. На это ушло почти 20 тысяч тонн смеси. Теперь все предстоит собрать. Это одна из главных задач, которая стоит перед коммунальщиками сегодня. Еще одна остановка серых переулок. Дорожные работники это видно, стараются изо всех сил. Правда, делают все не так, как нужно. Грязь по правилам нельзя высыпать на газон. Она должна собираться в кучи и вывозиться. Так объясни, пожалуйста. Николай, Коль, так не делают? Ты же знаешь, что кучки собираем для вывоза. У нас никогда в городе газонов не будет. Весна в этом году подкачала. Из-за погоды уборку города начали делать позже обычного. А работа предстоит огромная. Привести в порядок ограждения, скамейки, малые архитектурные формы, газоны. И все это до 1 мая. Четыре микрорайона, четыре дорожных организации. Штат и количество техники позволяют это сделать, если соответствующим образом организовать работу, в том числе и в ночное время. Две смены. Температура ночью позволяет выполнять все виды работы. А сегодня представители дорожных организаций не столько отчитывались о проделанной работе, сколько выслушивали пожелания от властей. А еще давали торжественные обещания. Сегодня после трех и завтра в 5 утра все окинь на улице ветеранов. А подожди все-таки вот этот боздок весь убрать. Люди работают сейчас на ветеранов, потом на Киеве продвинуться. Что и говорить. Весной город выглядит неприглядно. Серые кучи проседая демонстрируют все, что накопилось за зиму. Как бы сказали историки, весь культурный слой. В этом винить коммунальщиков, конечно, не приходится. Как жили, все выставлено на показ. Самая безрадостная картина у ларьков и общежитий. Старт большому субботнику дадут уже в эту субботу. Всем предприятиям направлены приглашения. Но в городской уборке могут принять участие все желающие. Нужно подать заявку в департамент ЖКХ. Официальный день субботника 25 апреля. Впрочем, можно выбрать и другую, более удобную дату. Время уборки пошло. До весенних праздников осталось 13 дней. Продолжение следует... Продолжение следует...